Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот на днях стало известно о том, что Ефремов опять отказался от адвоката. Спектакль продолжается, продолжается, так сказать, с новым, набирая обороты снова. Отказался от адвоката Андрея Алешкина, подал жалобу в Минюст еще на него при этом. Значит, после этого, значит, в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу поступило жалоба Ефремову в отношении Алешкина. Его продолжают защищать адвокаты, пишет ТАСС, Васильев, Хархорин, Филиппов. Друзья, ну я вам хочу сказать, что вот многие спрашивали мое мнение, что что вы молчите в отношении Ефремова. Друзья, ну я уже вот говорил, что есть, ну здесь вот да, здесь, в общем-то, говорит, такой предметный момент. То есть Алешкин теперь не работает над кассационной жалобой. Он говорит, что в кассационной жалобе он, значит, заявлял, что экспертиза не исследовала влияния онкологического заболевания мозга погибшего курьера Захарова на его возможность водить машину. Значит, также он отмечал выход эксперта в показаниях в суде за пределы экспертизы, требовал отменить приговор. Ну, друзья, что я хочу сказать. Алешкин действительно, как подтверждал Добровинский, они встретились, и вот эти все письма, все это, что делалось покаянно, как мне кажется, делалось для того, чтобы кассации как-то что-то попробовать смягчить. С другой стороны, вот все эти публикации, все остальное я уже говорил, сейчас кассации будет ближе, будет их больше, будет больше всяких разных обсасываний и так далее. Почему? Потому что шума информационного будет больше, чтобы, значит, судьи тоже люди, они тоже имеют знакомых, они тоже читают, давление больше такого, знаете, не давление именно прямого, а вот просто информационного. И поменьше скостят, то есть, чтобы подольше сидел. Значит, какой я вывод из этого делаю? Что есть какие-то лица, видимо, заинтересованные, я так предполагаю, которые хотят, чтобы Ефремов сидел как можно дольше, чтобы ему скостили меньше. А вдруг ему еще и, например, заменили бы условным сроком или колонии-поселения или еще что-то. Видимо, замечательные адвокаты будут работать таким образом, чтобы, значит, сделать лучше, лучше сделать Ефремову, да? Поэтому меня совершенно уже ничего не удивляет в этом деле, я скажу честно. Вот если раньше я читал какие-то новости и меня что-то удивляло в этом, я даже вот не знаю, я вот эту прочитал новость дня три назад, дня два, возможно, с того времени уже что-то изменилось, прояснилось, я сейчас посмотрю. Но я уверен, что ничего особенным образом не меняется. Даже если там что-то пояснилось, я даже не удивлюсь, если я сейчас эту новость рассказываю, а он уже снова с Алешкиным заключил, понимаете? Я тоже не удивлюсь. Вопрос в том, что Алешкиным уже, значит, 18 октября по требованию супруги, так сказать, переговоры были прекращены, и его дали ему отворот-поворот прямо в зале суда. Потом Ефремов с ним снова заключил, я напомню, Алешкин, это джигурдый адвокат, снова заключил с ним, теперь снова расторг и так далее. Это никогда не кончится, друзья. Но самое печальное, самое печальное в этой истории, что люди, которые искренне, вот глубоко, внутренне переживали и переживают, многие до сих пор переживают, ведь за Михаила Олеговича, они просто, вы знаете, самое главное, стали понимать, что спектакль не только вот для меня лично был, когда мне показывали, вот, ну не мне, а в целом показывали, ну и я тоже анализировал, и вот мы видели эти белые пятна. Ну и сейчас какой-то идет спектакль натуральный. То есть все, что происходит, это какой-то спектакль. И впечатление, что все эти вот ходы нужны для того, чтобы их потом шикарно освещать в прессе, и чтобы их как можно больше обмусоливали и обсасывали. Ну это мое мнение, не знаю. Поэтому я не снимаю и не рассказываю об этом. Потому что никакого смысла в этом нет вообще. Абсолютно. Вот будет конституционная жалоба, будет конституционная обжалование, я считаю, есть о чем говорить. Отказался уже, понимаете, даже это предметный момент на самом деле. Отказался от адвоката, я согласен. Но отказался, согласился, отказался, согласился, написал письма покаянные там перед супругой, с которой сама писала исковое заявление, значит, с просьбой развести, потому что у них нет взаимных чувств друг к другу. С Захаровым я имею ввиду. Мама, которая говорит, он дома скончался. Там, значит, как ее фамилия, господи, Стерхова, которая говорила, что какие-то странности были в этом всклифе. Все это, если соединить, получается такая, знаете, каша-малаша такая, которая вообще ничего не понятна. Все стало вообще непонятно. На самом деле все ясно. Ясно, что ничего не ясно, но когда ничего не ясно, ясно, что это кому-то да нужно. Поэтому, друзья, у меня никаких нет сомнений в том, что фактически уже не осталось никаких сомнений в том, что Михаил Олегович, в этом смысле, подойдя к касации, получит такую касационную жалобу, с которой он преспокойно продолжит находиться там, где он сейчас, к сожалению, находится. Вот такие дела. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Но у меня мнение такое. Друзья, с вами был Будда Гришна. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы с вами находимся, на канал о саморазвитии Будда Гришна Life is Good, на второй новостной канал Будда Гришна News 24, добавляйтесь в Инстаграм Будда Гришна, нижней подчеркой неофишл. И желаю вам проводить больше времени в реальности и проживать каждое мгновение жизни, чем сидеть в интернете и на Ютюбе. Всем пока, до встречи.